Проявления протестных настроек и экстремистской деятельности Гродинской области идут на спад. Об заважном смешании колькости зарегистрированных правопорушений у этой сферы свечать правоохолцы. И заявляют, что этот факт у тему лику с принятыми изменами в законодательстве. О приватности с более жесткой отказностью, что прописано в обновленном кодексе об администрационных правопорушениях. Например, в настоящее время любые массовые мероприятия должны будут проводиться только с согласия органов местной власти. В том числе интернет-трансляции будут у нас только в том случае, если это массовые мероприятия санкционированы. Будет где-то в некоторой степени ограниченная деятельность журналистов, которые не должны будут выступать организаторами этих мероприятий, если они освещают их в средствах массовой информации. Конечно же, законодательство у нас ужесточилось, потому что последние события прошлого года, они показали, что порядок – это вещь хрупкая, и ее необходимо все-таки поддерживать. И увеличилась где-то защита тех людей, которые этот порядок обеспечивают. Новые формы, которые уступили в силу с первого соковика бегущего года, эксперты-удельники группы по правовой эдукации доводят и обмеркивают с прационными коллективами в области. Черговый визит был организован на одном из самых буйных предприятий региона – Гродная Энерго, где работает шматысячный коллектив. В разговоре прогучали изменения в законодательстве, что касается подрыхтовки и проведения массовых мероприятий и предупреждений за такие деяния. До слова, темы для подобных сустрей, шудельники группы обирают эту тему лику в зависимости от профессийной принадлежности до галины и актуальности запытов громадства. Так, этим разом прогучала тема обороны правоупрационных по коллективным договорам. Коллективный договор – это локальный правовой акт, который содержит в себе комплекс мер материального стимулирования к работе работника, каких-то дополнительных гарантий компенсации, а также включает в себя способы защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов работника. Основополагающий принцип коллективного договора – он содержит в себе условия, которые улучшают положение работника по сравнению с общим законодательством. И, конечно же, коллективный договор в каждом предприятии, организации заключается с учетом специфики финансовых возможностей данного предприятия и гарантирует работникам дополнительные какие-то гарантии, которые он умеет наряду с трудовым кодексом. Сегодня проводится работа по внесению изменений, либо нет, в конституцию нашей страны. И думаю, что уже широко известно всем о том, что был скорректирован закон о массовых мероприятиях. И третий вопрос, который мы сегодня освещали, был связан с коллективным договором, который важен для этого трудового коллектива. И представитель отраслевого профсоюза рассказал нюансы коллективного договора именно грудной энергии. Продолжение следует...